Продолжаем выпуск. В Адыгее сотрудниками городского отдела полиции по горячим следам раскрыта кража автомобиля. Из всех остальных имущественных преступлений ее выделяет особый способ, которым решил воспользоваться подозреваемый. Более подробно об этом в материале Вадима Агаркова. Сообщение о хищении автомобиля ВАЗ-2109 поступило в дежурную часть отдела МАД России по городу Майкопу от местного жителя. Со слов потерпевшего, ежедневно машину он не эксплуатировал, что и могло послужить причиной кражи. Оперативники уголовного розыска проделали большую работу, что в итоге позволило установить личность подозреваемого. Столь скорого визита стражей правопорядка не ожидал ни сам мужчина, ни его мать. В дальнейшем выяснилось, что для реализации преступного плана подозреваемый все продумал, и остальное, по его мнению, было лишь делом техники. В ночное время он на такси приехал к месту парковки «девятки», разбил боковое стекло, но для ее транспортировки использовал эвакуатор. Сыграло в его пользу и то обстоятельство, что на «Жигулях» была неисправна сигнализация. Машину злоумышленник привез на платную стоянку, однако поездить на ней так и не успел. В ходе подготовки этого видеосюжета съемочной группе программы «Вести. Дежурная часть» удалось пообщаться и с хозяином похищенного автомобиля. И вот что он рассказал. Сразу же обратился в полицию, в отделение полиции, приняли заявление, сразу меры приняли, и буквально через несколько часов ее обнаружили, вернули. В каком бы то ни было состоянии, но все равно вернули. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время в рамках его расследования проводится весь комплекс необходимых следственных мероприятий. Вадим Агарков, Сергей Елизаров, программа «Вести. Дежурная часть». В Адыгее продолжается правоприменительная практика в отношении нетрезвых водителей. Более подробно о судьбе тех, кто позволил себе сесть за роль на веселе, на брифинге рассказал главный дознаватель МВД по Адыгее Байзет Шивацуков. Напомним, что изменения в законодательство, устанавливающие уголовную ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, вступили в силу с 1 июля 2015 года. С первых дней подразделения дознания ведомства начали активную работу в этом направлении. Дознавателями республики возбуждено 198 уголовных дел. По окончании расследования 169 уголовных дел направлено в суд. 10 человек уже лишены свободы, реально лишены свободы от 4 месяцев до года. Отвечая на вопросы журналистов, полковник Шивацуков рассказал, что с начала года по этой статье возбуждено около 30 уголовных дел. Но помимо правоохранительной, полицейские проводят и активную разъяснительную работу с населением. Продолжаем выпуск. В Адыгее сотрудниками городского отдела полиции по горячим следам раскрыта кража автомобиля. Из всех остальных имущественных преступлений ее выделяет особый способ, которым решил воспользоваться подозреваемый. Более подробно об этом в материале Вадима Агаркова. Сообщение о хищении автомобиля ВАЗ-2109 поступило в дежурную часть отдела ММД России по городу Майкопу от местного жителя. Со слов потерпевшего, ежедневно машину он не эксплуатировал, что и могло послужить причиной кражи. Оперативники уголовного розыска проделали большую работу, что в итоге позволило установить личность подозреваемого. Столь скорого визита стражей правопорядка не ожидал ни сам мужчина, ни его мать. В дальнейшем выяснилось, что для реализации преступного плана подозреваемый все продумал, и остальное, по его мнению, было лишь делом техники. В ночное время он на такси приехал к месту парковки «девятки», разбил боковое стекло, но для ее транспортировки использовал эвакуатор. Сыграло в его пользу и то обстоятельство, что на «Жигулях» была неисправна сигнализация. Машину злоумышленник привез на платную стоянку, однако поездить на ней так и не успел. В ходе подготовки этого видеосюжета съемочной группе программы «Вести. Дежурная часть» удалось пообщаться и с хозяином похищенного автомобиля. И вот что он рассказал. Сразу же обратился в полицию, в отделение полиции, приняли заявление, сразу меры приняли, и буквально через несколько часов ее обнаружили, вернули. В каком бы то ни было состоянии, но все равно вернули. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время в рамках его расследования проводится весь комплекс необходимых следственных мероприятий. Вадим Агарков, Сергей Елизаров. Программа «Вести. Дежурная часть».